Доброго всем здоровья! Заболевания желудочно-кишечного тракта знакомы многим. Большинство из них протекают остро и заканчиваются выздоровлением. И хотя органы пищеварения имеют тенденцию к восстановлению, существует ряд заболеваний, которые носят хронический характер. Среди них язвенная болезнь желудка и 12-перстные кишки. Именно об этой проблеме сегодня пойдет речь в нашей программе. В выпуске мы узнаем, что такое язва, по каким причинам возникают изъязвления, первые симптомы и методы диагностики, о возможных осложнениях, о лечении и профилактике этой патологии. До 20 века язвенная болезнь встречалась крайне редко. Сегодня патология выявлена у 25% всех пациентов гастроэнтерологического отделения стационаров. Точные данные о распространении болезни отсутствуют. Заболеваемость меняется от условий, состава населения, особенностей местности и образа жизни. Однако установлена предрасположенность к болезни взрослых мужчин. Пропорция между частотой язвы 12-перстной кишки у мужчин и женщин соотносится как 10 к 1. А разобраться в сложных вопросах этой патологии нам сегодня поможет главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым по специальности гастроэнтерология, заведующая отделением гастроэнтерологии Республиканской клинической больницы имени Семашко, Марина Владимировна Левченко. Добрый день, Марина Владимировна. Здравствуйте. Ну, наверное, основная из патологий, с которыми вы встречаетесь, поэтому, что называется, вам и карты в руки. Что же такое язвенная болезнь? Язвенная болезнь – это хроническое воспалительное заболевание желудка, либо же 12-перстной кишки с повреждением слизистого, либо подслизистого слоя этих органов, с образованием язв. Ну, а факторы какие при этом присутствуют и каких можно избежать? Причина, конечно, номер один в появлении язвенной болезни у пациента – это хеликобактерная инфекция, называемая хеликобактер пилори. HP – позитивная язвенная болезнь бывает, HP – негативная. Но, понимая, что до 80% населения Российской Федерации имеют хеликобактерную инфекцию, мы недоумеваем, а почему же не все болеют, если номер один – это хеликобактер пилори. Оказывается, что для того, чтобы образовался дефект слизистого слоя желудка, либо 12-перстной кишки, необходимы еще другие факторы. А именно, это наследственный фактор. Обязательно надо прослеживать бабушек, дедушек, тет, дядь, вспоминать и о себе думать непременно. Это злоупотребление алкоголем, это неправильное питание, это жирная пища, острая пища, которая вызывает, как правило, изжогу у пациентов. В 2005 году за открытие взаимосвязи между язвенной болезнью и хеликобактер пилори ученые Маршалл и Уоррен были удостоены Нобелевской премии по медицине. О том, что это за микроорганизм и как он выявляется, наш следующий материал. Хеликобактер пилори – спиралевидная бактерия, обитающая в привратнике желудка и 12-перстной кишки. Впервые ученые столкнулись с ней в 1875 году, обнаружив микроба в слизистой оболочке желудка собаки. Повторное открытие бактерий произошло в 1979 году австралийскими врачами Робином Уорреном и Барри Маршаллом. В результате исследований было выдвинуто предположение о взаимосвязи микроорганизма с проявлениями язв, гастритов и рака желудка у человека. До этого основной причиной язвенной болезни считался стресс и злоупотребление острой пищей. Как передается хеликобактер пилори? Хеликобактер пилори передается фекально-оральным путем, то есть при использовании общей посуды, еда в общепитах, в тесном семейном контакте, при поцелуях в том числе передается. Какие есть способы для определения хеликобактер пилори? Способы делятся на инвазивные и неинвазивные. Наиболее часто используемым инвазивным методом является это быстрый разный тест при проведении эзофагогастродиодоноскопии. К неинвазивному относят 13-7 очевидный дыхательный тест. Какова методика проведения мочевинного дыхательного теста? Методика мочевинного дыхательного теста заключается в том, что пациент натощак приходит и производится забор выдыхаемого воздуха в определенный контейнер. Как видите, здесь контейнер поделен на две части. В одну часть пациент выдыхает натощак. Затем он выпивает воду с растворенным в нем реактивом. Реактив содержит 13С-меченую мочевину. И через 30 минут пациент выдыхает во второй мешочек. Все это используется, при этом используется загубник. И разность концентрации меченого углерода замеряется при помощи инфракрасного спектромета. При повышении более 2,5 промилле определяется инфицированность хеликобактер пиори. Марина Владимировна, ну, наверное, сейчас главный вопрос – жалобы. На что жалуются пациенты, которые страдают язвенной болезнью? Да, большой, в принципе, спектр жалоб имеют данные пациенты. Но первая жалоба – это, конечно, болевой синдром. Это боли. Чаще всего они носят сезонный характер, цикличный характер. Это боли в области желудка, кислая отрыжка, изжога беспокоит пациентов, тошнота, рвота, возможно, их возникновение при осложнении язвенной болезни. В свое время в нашем институте, когда преподавали гастроэнтерологию, я запомнил на всю жизнь симптоматику, которую нам рекомендовали внимательно следить у своих пациентов. Это боли в эпигастрии, ночные и голодные боли. Вы подтверждаете, спустя много лет осталась именно такая информация? Совершенно верно. Ночные и голодные боли, купирующиеся приемом пищи. Общепризнано, что гастроэнтерология является наиболее информативным методом постановки диагноза язвенной болезни. О том, что же это за манипуляция, в нашем следующем сюжете. Что является золотым стандартом диагностики язвенной болезни? На сегодня самым современным методом является эндоскопия. Эндоскопическая диагностика – это эндоскопия желудка. Это метод, при котором мы с вами можем четко увидеть, благодаря инструментам, увидеть на экране язвенный дефект, оценить его глубину, оценить его опасность. Мало того, мы можем произвести биопсию. С помощью чего выполняется эта манипуляция? Манипуляция выполняется с помощью гибких эндоскопов. Сейчас это современное оборудование, которое имеет возможность хорошего разрешения для визуализации самих дефектов и патологий в органах желудочно-кишечного тракта. Перед вами компьютерные роботы-симуляторы эндоскопической диагностики. Они полностью имитируют живого пациента. В руках у нас эндоскоп, с помощью которого производится исследование. Он содержит, вы видите, гибкий элемент. Здесь есть световод, здесь есть оптический элемент, который помогает нам дальше передавать изображение на экран. Подключается гастроскоп для того, чтобы мы смогли выполнить эту манипуляцию. Дальше гастроскоп вводится в ротовую полость пациента. И мы с вами входим в сначала ротовую полость. Вы здесь видите, уволю язычок. И дальше мы с вами продвигаемся по ротовой полости. Вот вы видите голосовые связки. Дальше мы проходим в пищевод и попадаем в желудок. Вот мы видим складки уже желудка. И здесь у нас выполняется диагностика, осмотр стенок желудка для выявления язвенных дефектов. Как необходимо пациенту подготовиться к этой манипуляции? Пациент обычно специально готовится к этой манипуляции. Необходимо выпить раствор, который очищает желудок. Для того, чтобы пациенту было легче перенести эту процедуру, есть две методики, которые применяются. То есть это или местная обработка лидокаином, ну, анестетиком. Или второй вариант – это выполнение манипуляции под наркозом. Марина Владимировна, осложнение язвенной болезни – это что? Это, конечно, запущенные пациенты, которые либо себе немного внимания уделяют, не прислушиваются к себе, либо же это пациенты, к сожалению, есть такой процент больных, когда язва немая, так называемая, бессимптомная. К чему такая язва может привести? Естественно, к пенетрации, кровотечению желудочно-кишечному, перфоративному изменению слизистых желудков, допустим, в отжелудочную железу. Это стеноз привратника, либо же двенадцатиперстной кишки. И, конечно, самое грозное, как мы считаем, из осложнений – это малигнизация этой язвы, часто локализующейся в желудке, не в двенадцатиперстной кишке. То есть перерождение в онкологическое заболевание. Совершенно верно, да. И если интересует, чтобы для пациентов было понятно, когда какое осложнение можно ожидать и как действовать в этом случае, то давайте так будем характеризовать. Если это пенетрация, значит, это будет кинжальная острая боль, вызываем скорую. Если это кровотечение, как кровотечение, первые признаки кровотечения можно заподозрить родственникам или самому больному. Это внезапно возникшая резкая слабость, это падение артериального давления, это потливость, возникновение рвоты кровью, либо же поносы, черный стул, милен. Это признаки кровотечения, опять-таки действия, маршрут пациента, это скорая помощь. И вот в лечении хотелось бы отметить тоже медикаментозную сторону терапии. По последним Махстрифским соглашениям антихеликобактерная терапия при обнаружении хеликобактера назначается до 14 дней. 14 дней идет активное лечение пациента у гастроэнтеролога, либо же терапевта с последующим назначением поддерживающих доз того или иного препарата. Марина Владимировна, спасибо вам большое за убедительные сегодня ответы на наши вопросы. И очень бы хотелось, чтобы наши телезрители внимательно изучили и пользовались вот именно этой проверенной информацией в плане профилактики и, конечно, недопущения осложнений язвенной болезни. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо, будьте здоровы. Будьте здоровы. Субтитры подогнали Симон.